Трёхдневное голосование завершилось. Последний день выборов 19 сентября. Выполнить свой гражданский долг смогли лица, содержащиеся в следственном изоляторе номер один и сотрудники данного учреждения. В целом, выборы в СИЗО проходили так же, как и на других избирательных участках. В 8 утра на режимном объекте всё было готово для голосования. Бюллетени, урны, камеры, а также избирателям были выданы маски и перчатки. Все, кто имеет право, то есть лица, которые не осуждены, то есть подходят под следствием, все практически голосуют. Пока у нас те, кто отказался от голосования, не имеются. Реализовать своё избирательное право решили 684 следственно арестованных. Первыми голосовали женщины. Следом за ними свой гражданский долг выполнили мужчины. Я же всё-таки гражданин этой страны. Это мой выбор, моё решение. У меня всегда была гражданская позиция, своя, выработанная уже с годами, и я как бы от неё не отступал. Как отметил начальник ГУФСИН, агитационные мероприятия в следственном изоляторе не проводились. Единственное, на стенах были развешаны плакаты с датами выборов и информацией о кандидатах. Алина Черненко, Игорь Егоров, Новости на Восьмом.